В социологическом опросе на тему политической жизни Кыргызстана по всей стране приняли участие 1051 респондент. Опрос проводился в течение двух дней, столько же времени ушло на обработку и анализ полученных данных, а также написанию аналитического отчета по итогам социологического опроса. Первый вопрос касался оценки политической ситуации в стране. Согласно полученным данным, большинство кыргызстанцев оценивают ее положительно. Оценка политической ситуации. Как показали полученные данные, в настоящее время преобладающая часть кыргызстанцев характеризует сложившуюся политическую ситуацию в стране в позитивном русле. В совокупности практически 60% от общей массы участников телефонного опроса давали оценку «очень стабильная» и «скорее стабильная». Большинство же респондентов, 45,4%, отвечавших на онлайн-анкету, часто выбирали вариант ответа «скорее стабильная», а «очень стабильная» отметили лишь 8%. В ходе опроса кыргызстанцам была дана возможность дать оценку государственным реформам, проводимым нынешним руководством страны. По представленным социологами отчету также видно, что и в этом вопросе граждане страны дали положительную оценку проводимым преобразованиям. Оценка государственных реформ Доминирующая часть респондентов, участвовавших как в телефонном интервью, так и онлайн-анкетировании, положительно оценили степень успешности государственных реформ, которые проводятся руководством страны за последние 1-2 года. Так, в совокупности более 70% опрошенных придерживаются оценки «весьма успешны» и «в отдельных случаях успешны». Суммарная положительная оценка «весьма успешны» и «только в отдельных случаях успешны» была свойственна обоим опрошенным массивам и составила более 76%. При этом доля респондентов, которые усомнились в успешности государственных реформ, является незначительной в обоих массивах и в среднем равна 13%. Один из пунктов опроса касался отношения граждан к решениям президента страны. В этом вопросе мнения кыргызстанцев также оказались солидарными. Более 80% опрошенных сообщили, что однозначно поддерживают принятые главой государства решения. Отношения граждан к решениям президента Выявление мнений населения по отношению к указу президента Садыра Джапарова о недопущении расточительства при проведении семейных торжеств, религиозных церемоний, обрядов и иных традиционных мероприятий показал, что большинство респондентов, 67,1%, безусловно, поддерживают решения главы государства. Вместе с мнением «скорее поддерживаю» количество опрошенных составляет 88,7%. Респондентов, которые скорее не поддерживают, всего 6,4%. Но если причислить к этому лиц, которые не знают об этом указе, так же мало. Всего 19 человек или 4,9%. Что вместе составляет 44 респондента или 11,3%. Выявление превалирующего общественного мнения о том, в какую сторону изменилась политическая жизнь государства после октябрьских событий и смены власти в 2020 году показало, что большинство респондентов отмечает изменения в лучшую сторону. При этом анализ по территории показал, что больше оптимистично настроенных респондентов проживает в южных регионах страны и больше пессимистично настроенных проживает в городах Бишкек и Ош, а также Таласка области. Мнение граждан об изменениях в политической жизни. На вопрос, в какую сторону изменилась политическая жизнь государства после октябрьских событий и смены власти в 2020 году, были получены сопоставимые данные. Более половины опрошенных респондентов считают, что политическая жизнь изменилась в лучшую сторону. Об этом говорят данные, полученные в результате применения двух разных методов опроса. Социологи также поинтересовались у кыргызстанцев их уровнем доверия к отдельным политикам. Вопрос имел закрытый характер, где были указаны фамилии восьми политиков, занимающих ключевые должности. Полученные результаты показали, что респонденты больше всех оказывают доверие президенту Садыру Джапарову. Второе место занимает его близкий соратник, председатель ГКМБ Камчебек Ташиев. Замыкает тройку лидеров глава Кагмина Аклбек Джапаров. Также в пятерку лидеров по совокупному уровню доверия вошли заместитель председателя Кабинета Министров Бакыт Турабаев и спикер парламента Талант Мамытов. Уровень доверия граждан к политикам. Для определения рейтинга доверия политиков респондентам был задан вопрос, в какой степени вы доверяете следующим политикам из действующей государственной власти. По результатам телефонного опроса и онлайн анкетирования респондентов были получены следующие результаты. Президент Садыр Джапаров. 84,4% телефонный опрос и 82,5% онлайн анкетирования. Председатель ГКМБ Камчебек Ташиев. 58,9% телефонный опрос и 63,9% онлайн. Председатель Кабинета Министров Аклбек Джапаров. 44,2% телефонный опрос и 58,1% онлайн анкетирования. Заместитель председателя Кабинета Министров Бакет Турабаев. 31,1% телефонный опрос и 39,4% онлайн. Турагаджи Горкукинеша Талант Мамытов. 26,6% телефонный опрос и 45,6% онлайн анкетирования. Представленные в отчете социологами основные выводы показывают, что в настоящее время преобладающая часть каргызстанцев характеризует сложившуюся политическую ситуацию в стране в позитивном русле. Также доминирующая часть опрошенных положительно оценили степень успешности государственных реформ. Эта же тенденция сохранилась и в поддержке решений главы государства, а также оказании высокого доверия населения президенту Садыру Джапароу. Тимур Тимир Галяев, Бакут Киязов, ЛТР, Итоги недели.